Всем привет! Сегодня мы с вами в Таганском районе Москвы и посмотрим с высоты птичьего полета на Спасо-Адронников монастырь. Находится он менее чем в трех километрах от Кремля, на берегу реки Яуза. Монастырь был основан примерно в 1357-58 годах святителем Алексием, митрополитом московским. К монастырю привыкает Андроневский парк и исторический некрополь. Из того, что сегодня находится за стенами монастыря, можно выделить вот этот невысокий храм, Белокаменный Спасский собор. Судя по свидетельству письменных источников, он был возведен между 1410-1427 годами. Это, пожалуй, самый старый собор Москвы, находящийся вне стен Кремля. А после строительства храм был расписан снаружи и внутри преподобным Андреем Рублевым. Далее храм Архангела Михаила. Это самое высокое здание в монастыре. Начали его возводить в 1691 году, а закончили аж в 1739. В 1504-1506 годах была построена большая трапезная, которая примыкает к храму. Здание розового цвета – это братский корпус. Также на территории мы найдем здание бывшего духовного училища, где ныне разместились музейные отделы и реставрационные мастерские. Также святые ворота с церковью Рождества Богородицы, а рядом построены настоятельские покои. Ну и последнее – галерея трапезная «Хлебный дом». Современный ресторан на территории древнего монастырского комплекса, как памятник тому, что все покупается и продается. Но давайте оставим историю с коммерческой деятельностью прокуратуре. А теперь о том, что снесено на территории. В начале 30-х годов была взорвана колокольня, а также разобрали стену с юго-западного и северо-восточного угла, включая башни. В 1960 году были снесены как бы не представляющие ценности – новый настоятельский корпус и церковь Евграфа Мученика. Сейчас ансамбль является объектом культурного наследия федерального значения. В 1918 году из монастыря были изгнаны монахи, а в жилых и хозяйственных постройках был оборудован лагерь для пленных белогвардейцев. Монастырское кладбище находилось в запустении, однако существенных разрушений там не было. Лагерь с территории монастыря был выведен в 1922 году, а здания обители, кроме храмов, были переданы под общежития рабочих завода «Серб» и «Молот». Здесь возник так называемый поселок имени Калинина. С 1924 года начался процесс постепенного уничтожения монастырского кладбища, сопровождавшийся разборкой стен монастыря. Тем не менее, часть высокохудожественных надгробий все же удалось сохранить. В 1930-х годах в обители располагалась колония беспризорных детей. В 1940-х, 50-х годах, большинство зданий использовались как жилые дома. Далее, в 1950-х годах, было выстроено новое восточное прясло стены, сократив площадь монастыря. Стена отрезала значительную часть кладбища от основной территории. В 1960 году в монастыре был открыт музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Была проведена реставрация собора и были восстановленные несохранившиеся части ограды. Обнаруженные после 1996 года захоронения свидетельствуют о том, что не все намогильные камни были уничтожены или вывезены. Основная часть белокаменных и гранитных памятников в период 1923-1927 годов закапывалась на небольшую глубину с целью скрыть с поверхности следы наличия некрополя. В 2016 году при производстве строительных работ на территории некрополя с восточной стороны был обнаружен фундамент старой стены монастыря. Когда я прогуливался по этой территории, то заметил несколько могил с крестами и камнями. Одна из них, судя по надписи, принадлежит Василию Николаевичу Римскому Корсакову. А судя по дате рождения и отчеству, это мог бы быть сын знаменитого композитора. Но, как мы знаем, среди его детей Василия не значится. Загадочно. Да, я думаю, много интересного и действительно загадочного хранит эта земля. Особенно, если копнуть поглубже. Археологи высказывают мнение, что в 15 веке, когда у монастыря начали появляться первые захоронения, уровень земли находился примерно на 2,7 метра ниже, чем в наше время. Похоже, что примерно 5-метровый слой почвы – это могилы, наслаивавшиеся друг на друга на протяжении последних шести столетий. Сейчас территория Некрополя утверждена и получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Ну, а в качестве бонуса покажу Дом культуры завода Серп и Молот. Слышал мнение, что Дом культуры находится как раз на территории Некрополя монастыря. Я посмотрел карты разных временных отрезков, сопоставил с нынешней картой Москвы и все же склонен считать, что территории пересекаются лишь немного. А основное здание Дома культуры стоит все-таки далековато от территории кладбища. Сейчас дворец культуры Серп и Молот в совершенно заброшенном состоянии. Но, по крайней мере, еще не превращен в руины, как сам завод. Надолго ли? Тут есть два корпуса – клубно-спортивный и театральный. Первоначально были соединены переходами на столбах. Вот перед нами театральный зал с фойе. А прямо перед нами длинный изогнутый козырек над главным входом. Дворец культуры перестраивался в 1950-х годах. Тогда у него появились неоклассистические детали на фасадах. Руставка и лепнина в интерьерах. А техническая библиотека дворца культуры была одной из лучших в Москве. В 1980-х годах ДК пережил второй рассвет. Это была одна из самых популярных рок-площадок Москвы. С 1993 по 2002 год там был открыт широко известный в узких кругах гей-клуб Шанс. В середине 2000-х годов в ДК началась реконструкция по неизвестному проекту. Были практически демонтированы интерьеры зрительного зала, вестибюля, заменена кровля. Затем работы были заморожены и до сих пор перспективы дворца не ясны. Как вы считаете, может на это повлияли его последние хозяева? На этом позволю себе закончить сегодняшний рассказ. С нетерпением жду ваши комментарии к сюжету, а также пожелания и идеи для будущих видео. Лайки и ссылки друзьям приветствуются. До скорых встреч!